Я уже с горечью сказал, а с другой стороны, видимо, другого не может быть, что весь опыт предыдущий, пересланный, описанный, ушел в никуда, и она с нуля в проектной сессии готовилась, опираясь на личные ресурсы каждого, кто как глядит и прочее. То есть за неделю до этого мы попытались со штабом, который был избран, сделать это системно. Я выкатил, нашел все старые регламенты, полдня их собирал, упаковывал, систематизировал, разложил на пять папочек. Все, что нужно для проектной сессии. Там имелся в том числе и райдер, кончая канцеляркой, которую надо закупать, и регламентные процедуры, как быстро сепарировать всех участников сессии, и как решать вопросы, в том числе с их заселениями, встречать, провожать и так далее. Это и есть технология, кстати. Это технология. Вся эта технология полежала успешно, как минимум, в компьютере начальника штаба. И я ожидал, что она разойдется широкими кругами, но он меня может поправить. Скорее всего, не разошлась, потому что, когда с кем-то я сталкивался и говорил, как, у вас нет шаблона или что-то, выяснялось, что нету и так далее. Но это сакральное знание. Оно священно сохранялось в капище. Я предложил расспрашивать, насколько есть силы, никто не расспрашивал. Это первое. Второе. Работа, которую мы делали для этого, и говорили, что нам понадобится систематизация базы студентов, прослеживание их личных профилей, и очень много на инициативных группах это обсуждалось, оказалось не готово. И мы пришли к проектной сессии, где у нас в итоговых ведомостях, которые там, по идее, должны были пересылаться заведующему кафедрой, заказчику сессии, у некоторых студентов отсутствовало отчество. Я оказался в последней инстанции носителем знаний, правильных телефонов, координат, отчеств и все прочее, и ручками записывал туда. Работа рухнула в никуда. Имеется громадная база в Гугле, которая не заполненная, ее на каком-то пути бросили. Она конкурирует с БД студентой, которая имеет приписку кратная. В этой кратной базе Петр тщетно искал все телефоны, которые потом нашлись в большой базе, к его удивлению, хотя он владелец всех этих баз в Гугле. В общем, обычный, типичный бардак, который был связан с тем, что каждый что-то делал и так далее. Мои скромные попытки сказать, что там водите с самого начала все правильно, не жалейте, как бы я правильно посылался подальше, типа не мешай работать, потом сделаем. Ну, в итоге был пример. Нужно было составить срочно список студентов, прошу прощения, стажеров с их заездами. Стажеров оказалось на один больше, то есть не 21, а 22. На один больше, потому что, Леша, вы меня простите, вы были записаны сначала как Алексей Чесноков, потом как Чесноков Алексей. И понятно, что это две разные сущности с точки зрения Excel, и поэтому Excel не отбирал вас как два разных человека. И пока я руками не вычеркнул вторую строчку, он так и оставался висячим. Хотя я с самого начала предложил вводить в нормальном формате, который был в БДС студентов, брать оттуда, то есть фамилиями отчества, и пофамильно сортировать. Тогда Глаз бы быстро ловил повторы и все такое прочее. На это некий аноним, заполнявший в гугле со мной эту форму, в чате мне написал, что все, фигня, не переживайте, сейчас я всех быстренько заполню, а потом расставлю в алфавитном подрядке. Потом через три дня я проверил, ничего этого не было расставлено, ни в каком алфавитном порядке, и только потом уже наконец их расставили с именами отчества, фамилиями и так далее. Все это привело к цепноту, к спешке, и хотя сессия переносилась, ничто не мешало выполнить ту необходимую работу, к основанию которой были. Но первое, был известен список студентов, допущенных в проектные сессии, чего бы их ни обработать, ни выяснить, их возможности. Как только решено, получили вы месседж, что сессия перенесена на 16-18, опрос должен был начаться, казалось бы, в следующий день. Он начался за два дня или за три, едете ли вы на 15-16. Да, там в ответах за две недели могли быть вопросы, еще не знаю, может быть, но основной костяк информации был бы собран. Известен был райдер, чего закупить, и всего, чего закупить, не было ничего, что могло бы стухнуть. То есть, будь это канцелярка, или будь это какие-нибудь там сушки, печенюшки, сахар, чай, кофе, это все долго хранится, тогда бы не возникли бешеные напряги, когда канцелярка покупалась за день до проектной сессии, а все, что там для кофе-брейков, в течение проектной сессии и несколько раз закупалась, возилась. Это гигантские традиционные ваши человеческие издержки, которые связаны с тем, что плохая логистика. Логистика не отлажена, дистриблюции нет. Поэтому логистика подготовки сессии должна быть сделана с пониманием, что это есть технология, в ней есть инструменты, которыми надо пользоваться, и в ней есть цепочки, действия, алгоритмы, все это увязано. И, к сожалению, нашей славной команды это не было взято. Тем не менее, героическими усилиями, бросанием на амбразуру, чисто по-русски, сначала мы мужественно создаем себе трудности, потом их еще более мужественно преодолеваем. Героически преодолеваем. Да, героически преодолеваем. Поэтому я с удовольствием всем вешаю звезду героя проектной сессии. Искренне благодарен, что вы ее вытянули. Но всех вас в то же время жалко. Переутомление, уставшие, никуда. В итоге часть штаба, которые мечтали поработать ассистентами, ну типа мы все хорошо организуем, у нас хотя бы половина, 70% времени. Им так и не удалось побыть в шкуре ассистентов практически. И они не взяли того содержания, которое хотели. Поэтому мое предложение еще раз в инициативной группе самоопределиться и попытаться понять, теперь вы уже видите больше, в чем заключается работа не только организации сопровождения курса, но и проектной сессии. А сейчас еще пойдет организация студенческой дирекции вот этого ЦКП, которая структурируется внутри физтеха. А структурируется, это значит появится отношение с администрацией МФТИ, это значит появится учебное расписание, аудитория, вставка, решение проблем студентов, которых надо как-то отмазать из других кафедр, либо подтвердить, что они проходят здесь обучение, и так далее, и так далее. Короче, возникает, потихоньку растет все новые функции, которые надо делать, и нужно нормальное структурирование, когда каждый должен переосмыслить и сказать, вот, да, мне это нравится, я теперь понял, за это я отвечаю, а за то, что взялся отвечать в прошлый раз, не справился и не буду, и сформировать ту самую дирекцию, которая начнет работать. Что касается логистики, я к вашим услугам, как я в кафе сказал сегодня, для тех инициативных, которые успели дойти, я готов специально рассказывать, в чем значение правильных шаблонов, форм, почему они всегда должны быть под рукой и так далее, почему они должны быть не коряво написаны, не от балды, а там одним кеглем, одним шрифтом и так далее. Ну и так далее. Это первый бэк. Второй бэк – это содержательная работа. Понятно, что ассистентам было трудно, там выступали, как им казалось, тяжеловесы, но все равно ассистентская работа должна была быть проделана, и наблюдение за продвижением стажеров должно было фиксироваться. Для этого есть инструменты, фиксированные технологии фиксирования и так далее. самые простейшие. Я, к сожалению, мало кого видел, и когда подходил в группах, то обращал внимание, что у человека есть блокнотик, айпадик или что-то, в котором он имеет списочек подопечных, и в них пытается по какой-то системе, пусть доморощенной придумой, отражать это представление. В итоге шла трудная работа припоминания, а кто это такой, а что он делал в течение дня на наших вечерних экспертных совещаниях, и оценки давались с трудом, были противоречивы. Если поглядеть в гугле вашу оценку стажером, то увидите, что эти оценки сильно разнятся разным ассистентам, вы их увидели под разным углом, хотя, казалось бы, если бы вы были одинаковы в качестве компетенции, ваши оценки должны были бы совпадать. Про простейшее устройство под названием блокнот-ручка и что-то такое, оно позволяет это делать, опять заготовочку для студентов в ФСТ, плюс с пониманием той установки, которая была сделана. Мне кажется, не все взяли эту установку и одновременно отвлекались на проект, что, естественно, и пытались заменить собой сначала стажера, B-консультанта, когда консультант тупил, C-самому представителю проекта, и вместо всех них начинать делать этот проект. В отчасти это не ваша проблема, а проблема кривизны самой сессии. Наши консультанты подводили, не успевали, не могли делать. Проектанты были во многом невменяемы, и поэтому в виде этого вы уже не столько пасли свою паству, покормляли ее, а вот с собой затыкали еще дырки в содержательной части проектирования. Да уже, наверное, нужно, потому что практически все содержательное я сказал, организационное тоже. Вот по поводу того скучного предмета, как он называется, и какова роль этого мы говорим. У того же самого Дюргеева есть другая классическая книжка, одна называется «О методистологии», где он впервые говорит черное предметы. Общественное общество. Вторая называется «Разделение общественного сада», где он вводит понятие регламентации и научных, так же, как там можно вести понятие более помогли. Он говорит, что в архаических обществах было общее сознание, то есть племя было единым существом, у них было общее сознание, и им не надо было ничего резонансировать. А дальше пошел такой вот распад посредством первородного греха, или там сложное общество возникает, а он сначала возникает за счет специализации, разделения, диапазоникации. И внутри этих людей, поскольку их уже не связывают, мистические и дикие нити, которые позволяют им как бы телепатически думать одинаково и чувствовать друг друга и угадывать все через эмпатию, возникает разделение труда и регламентация, как, например, те или иные методы синхронизации действий. Которые связывают их, по праву. Да. И Геркейн формулирует, он говорит, что в современных обществах, в обществах современного типа только на основе сложной регламентации возможна свобода. Нас не интересует регламентация сама по себе, но чтобы мы были такие зануды, чтобы мы кайфовали от вида инструкции и просто балдели от того, что в ней не 100, а страница 150. И вид буквочек просто вызывал такое изначальное состояние экстаза полного. Нет, ну, если хорошая типографика и правильно было написано, и шрифты подобраны, нас интересует совможность. Вот я эту регламентацию видел в натуре, в архаическом виде, потому что у нас была специальность ракетчика, мы проходили обучение в военной кафедре, которая тут же за год была, там были в натуре ракеты. Было, значит, две одноступенчатых ракеты, это одна раздела на части, другая целикова, и одна двухступенчатая. А потом мы ехали на сборы в остров 3 под Пусковом, и там были все, включая учебные пуски. Так вот, что такое регламентация? Для того, чтобы эта бандура или двор взлетела, у вас какой-то вопрос? Говорит, мы в общем-то в романе? Нет, на врук, давайте решать вместе. То, что она взлетела, а ее пускали с открытого пуска, она стояла на столе пусковом, он был привечен к бетонным плитам, там номера расчета бегали, и час-двадцать минут шла беготня вокруг нее. Ее еще надо было поддерживать в работоспособном состоянии, и это называлось регламент. Регламент ежедневной подготовки, еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной. То есть ракета выкатывается, номера расчета прибегают, начинают испытания всякие, которые могут заканчивать пусто. Вот было 15 тонн регламентирующей документации мелким шрифтом, и это все катили на тележке, где просто описывалась последовательность действий. И если человек, вот, значит, это не так весело, как вы думаете, если человек ошибался, вот не в нашем, не в нашем курсе, а из Казанского университета, парнишка перепутал, лис, вас рассадите? Как здесь? Человек перепутал. Насадим поговорил, вчера сбежал, сейчас остальные поговорить, сейчас сбежал. Да. У него из рук вырвался шланг с магистрали среднего давления, 60 атмосфер, и ему просто выдуло глаза из глазниц полностью. Потому что 60 атмосфер, это очень жесткая струя такая. Но кроме этого, эта регламентация весит 15 тонн, и если там чего-то перепутать, то ракета не взлетит, и опыт не взлетит. Свобода, это свобода полета. Для того, чтобы полететь на самолете, нужна некоторая сложная регламентированная деятельность, надо идти там в самолетный кружок, долго учиться, проходить в курсы, на тренажерах заниматься. В этом смысле проектная сессия, это фантастическая свобода, потому что вы попадаете в пространство соцсуществований, даже не одного, а сразу там 9 в пределе проектов, да они еще и между собой взаимодействуют. В жизни это наблюдать невозможно. Гораздо менее вероятно, чем увидеть вот эту самую плазму в такомаке. Такомак его не держит. Поэтому проектная сессия, это супер-такомак, который удерживает в пространстве, под высоким давлением, такие сущности, которые очень редко наблюдаются в жизни, да еще и взаимодействуют. Для того, чтобы эта штука работала, нужна вся эта регламентация. Сама по себе задача регламентации проектной сессии это супер-IT технология. И, собственно, мы ведем дело к тому, чтобы оно такое и стало, чтобы эта штука жила в компьютере, и вы все время на дружном интерфейсе видели готовый подсказ, что он для него. Для того, чтобы это сделать, надо, чтобы кто-то тупо это сделал один раз. Для того, чтобы у вас возникли фантастические языки программирования, включая графическое взаимодействие, вот вы пишете по экрану, а он переводит, надо, чтобы кто-то когда-то за 20 лет до этого или за 30 тупо запрограммировал все это в машинных кодах. Мы на фестихе еще программировали. В машинных кодах я писал жуткую программу для этой интеграммы. И потом мы шли там, совали ее. Машина B7-2, по-моему. Да, на чем? Нам сейчас надо в машинных кодах написать программу по созданию проектной сессии. Юрий Саныч вам рассказывает про это. Если мы этого не сделаем, то это сделают другие, и это будем не мы, и это случится не сейчас, потому что сейчас мы, к счастью или к несчастью, значительным отрывом опережаем другие команды. Все известны в деле организации подобного сорта токомаков, так называемых проектных сессий. Поэтому это высшей степени творческая задача, которая должна закончиться в ближайшие годы таким очень приятным, дружественным интерфейсом с многополистским антипродуктом, где вы будете видеть всех остальных участников, как игроков. только игра в большую губку едет. Вот статус того, что мы обсуждали. А не того, что сидим и тут нудим под нос, что вот надо делать так, а вот эдак, а вы не сделали, а куда вы делили инструкцию, ах, она у вас под парту упала, какие вы плохие. Это все детский уровень нас не интересует совершенно. Вполне возможно, что большинство наших инструкций плохие, но это лучше не так. Я как раз считал, что они плохие, но взяв за основу видео фейнберки, которые в подготовке этой сессии проведения, фейнберки старые, зарепчатся, действительно, да? То есть, эти регламенты будут переработаны, тем более, там, взялись за это люди, которые, как предполагалось, с этим работают, с систематизацией, с реакцией. Тут еще имеется родимое пятно или травма российской культуры, и вам, там, как русским патриотам, им важно знать, в чем это травма. Когда попал я к Никонорову, в коллектив, я узнал о существовании во всем мире общеизвестного, такого же распространенного, как, не знаю, в артер-клазе, движения, виды деятельности, как систематизация, системы, системы. Оказалось, что все прогрессивное западное человечество, за нашим исключением. Прошло все это, что естественным продолжением тейлоровских попыток написать регламенты правильной, оптимальной физической работы, был перенос той же самой деятельности на управление. Что мы и здесь были первопроходцами, у нас был ЦИК, Центральный институт труда, научно-анализация труда, но потом все это дело в 30-е годы под маркой транскизма или чего-то там, врагов народа, замели, Гастик и прочие люди погибли вместе с другими великими учеными. Богданов умер своевременно, который придумал технологию организационную новую. Во всем мире возникло Систем Сан-Фальсирис, которые были первой в сфере приложения компьютера. Процедура это простейшее описание единицы невышленяемой деятельности, типа действия такого-то человека при пожаре. Где написано, что при пожаре там такой-то, такой-то товарищ ответ за помещение должен побежать, повернуть три раза за угол, побежать к помещению X, сорвать со стены огнетушитель, подбежать источнику огня и совершить самотушительные действия 1, 2, 3, 4, 5. Коллеги, опять вы разговариваете и я некую важную вещь вам рассказываю. Вот это движение... За это прочтете работы Богданова. С начала прошлого века самым удающимся человечеством основания того до сих пор у вас нет учебников по системе процедур. Да зря, потрясаю. Значит, в 1975 году в Бундесвере в немецкой армии в среднем командир батальона имел 5000 процедур. Каждая процедура это одностраничный текст, который описывает как заказывать горючий и малышный материал. У них была картотечная технология работы. То есть каждый командующий батальоном должен был знать сколько у него этих инструкций и быть способен быстро-быстро достать нужную и организовать по ней работу. Потом это все пошло в компьютерную память и, грубо говоря, первые компы служили для того, чтобы работать с массивом инструкций не так, как у нас. Мы полностью проскочили на этот огромный статус. А это фактически спинной мозг организма. Поэтому у нас возник широкий класс организаций, у которых головной мозг вроде был, спинного не было. Поэтому наша организация устроена так, представьте себе, чем у которого нет центра переключения дыхания, который должен наряду с мыслями о высоком думать так, правой ногой вперед шаг, сделал стоп, следующий шаг левый, не перепутать. И тут его отвлекли, он сделал еще один, я видел там историю, перепихший пиво начал на курсник, сделал шаг вперед, задумался, сделал еще один шаг вперед, той же ногой, глубоко задумался, сделал третий шаг вперед и сел шпагат, потому что у меня сломался от пива, механизм переключения шагов. Так вот, нашей организации, наша культура, у нее не спинного волоса, поэтому она в перемешку с размышлением о высоком должна думать, так, когда я последний раз вдыхал, что-то я плохо все чувствую, может, я вдохнусь, что у меня с пульсом, что-то у меня смутное давление внизу живота, ах ты блин, у меня же кишечник есть, и вот он все время занимается этим. Мы проводили проектную сессию, как существо, у которого нет спинного мозга и который параллельно вздымывает. Я телом в прахе и склеваю, умом громам повелеваю, вот повелевая громам, тут распохватывается, что в нужник заблескали. Мы полностью проскочили это. Когда, значит, Юрий Александрович меня великодушно взял на работу в банк НДМ и создавались банки в нашей стране, мы столкнулись с международной программой, которая аббревиатура FIIDP, где западные люди, приходя сюда, ставили поблочно технологии банковской деятельности. И тут, значит, Милюков рассказал партнерскому банку ABN AMRO, а вы не могли бы нам поставить блок системы процедуры? Там была немая сцена, как будто, если бы мы спросили, слушайте, а вот где он? Все остальные в банке просили бабла по каким-нибудь компьютерам с автожелезом. Да, это... Мы заказали... Могич, там, технологии какие-то. А мы сказали, а слушайте, а где у вас нужны чуланы, где стоят параши? Они были изумлены, оказалось, что в наших организациях нету, в атерплозитах канализации тоже нет. И мы не знали, куда оно девается. И мы думали, что по ночам в офис банка приезжают ассенезаторы с бочками. Когда до них дошло, что мы не шутим, что моряков не стебется, они почесали реку, выяснилось, что в этом международном банке с европейскими корнями центр Абиенамфро на аутсорсинге находится в Индии. Приехал из Индии, значит, такой дравит птического вида господин Балакришна и стал объяснять нам, диким людям, что такое ситуация. Ну, сначала трижды переспросили, ничего, тем ли мы. И стал передавать технологии системной процедуры. И ни у кого не было чего. Первый банк, который поставил блок, был банк МДЛ. Великий, значит, бурый банк. Значит, у нас этого нет. Поэтому мы сейчас говорим о системе их процедуры как фундаментальном слое, отсутствующем в нашей культуре. Если мы его обратно на место не поставим, все наши попытки строить инновационную экономику, ну, и даже там куры даже не придут посмеяться. Предмета нет, для того, чтобы приступить к этому. Значит, проект... На всей стране, поэтому вот этот этаж здесь абсолютно рыхлый. Вот этот этаж распределения не соответствует. Он абсолютно рыхлый. Поэтому все время полномочия недораспределены. Нет никаких, как поражение. Ответственные, не назначены, либо дублируются, и кому идти не поменьше. Все это спрятано какими-то комиссиями. С одной стороны, есть рабочая группа чего-то, а с другой стороны, есть при правительстве постоянно действующий совет. Этого же, и кто из них в итоге рулящий, оказывается не понимает. Это все вот отсутствие дырявой легламентации. Хотя аппарат правительства бьется, электронное правительство переносится уже пятый раз введение, потому что электронное правительство, возможно, если бы было регламентировано, переписана необходимая функция, описаны процессы, и их нет. Поэтому в электронное правительство у нас кончается рутиной получения паспорта, где вы на сайте записываетесь в очередь, оправляете документы, вы приходите в очередь, видите, там громадную толпу стоящих людей, которые смотрят на вас злобно и говорят, и ты, придур, умный нашел, и вставай с самой конец. Вы приходите, что я записался на это время, а заявка, они ничего не знают, сидит по-прежнему одна девочка, принимает, и очередь на двое суток. Слово нашей системы, всей нашей страны, началась в середине 60-х годов, но он был ровно на этом месте. Вот кто еще не читал, есть книга Red Plenty, «Красное изобилие», она не передача, русский тоже переведется, где англичанин написал для американцев книгу о загадке конца 50-х, начала 60-х, когда она страна, как бы, стала после войны изничтитой мировым лидером, когда у нас был космос, у нас было ядро, когда возникли стек, когда были физики и лирики, безумный драйв в обществе, офигенное киноискусство, литература, а потом это стало проседать. Вот концом этой истории был, наверное, 69-й год, когда американцы, а не мы, высадились в Луни. У меня еще в книжке «Зеленое чудовище» есть маленькая главка, где я рассказываю, почему на самом деле мы проиграли лунную годку. И там привожу вот эти цифры, которые я уже устал называть, но кто не слушал, я повторю вот это. Значит, в рамках программы «Аполло» американцы произвели на свет 300 тысяч тонн регламентирующую документацию, если не думают, 300 тысяч тонн. Весь пятилетний план советский весил 15 тонн. Значит, то есть уровень плановости американской программы «Аполло» был в 2000 раз больше, чем вся наша плановая система вместе взятая. Это конец года. А что такое отсутствие регламента? Это означает, что либо вы на уровне процедур, а ракета все время доделывается и переделывается, отслеживает, что будет, если поменять материал, из которого сделан какой-то запутал и в плане с дренажным подозрительным хватом. Либо вы должны пускать ракету, каждый раз она взрывается, ползает по руинам и обломкам и выясняет, что к чему не подошло. Вот наша ракета «Ан-1», базовый носитель, которая была увеличена почти с Сатурн, 90 тонн на орбите, а Сатурн-130. Он не пошел ровно потому, что чтобы по старой технологии для системы процедур запустить, довести такой носитель, надо было сделать кусков, ну, наверное, сотни. А у нас с них ракет всего было меньше десяти. И они летели за Бугом. А американцы использовали систем Санкт-Просвитджис, и поэтому у них аварийный куск был гораздо меньше. То есть мы начали проигрывать на уровне системы процедур. Именно в том, что наша плановая система оказалась хреновее американской плановой системы. Все остальное посыпалось потом. Поэтому если мы сейчас на уровне проектных сессий будем жутко креативны, но под наш креатив не подсунем организационную культуру, то все сессии будут проходить через пень колонн. Мы будем их вытягивать на человеческие ресурсы и всегда будут недовольны. И нельзя будет никому доказать, что это не наши стажеры тормозили, а что тормозили выкрытие проекта. Для этого надо просто иметь протокол работы группы. У нас, конечно, нет возможности иметь протокол работы группы. Протокол работы группы можно иметь только из шаблона. Записать все, что там говорилось, там несут ахинею. Невозможно. И потом поэтому с этим работаем. Но мы протокол делаем это, как на ракете. 0,63. Вернуть маховичок-толкатель. Я ввертываю маховичок-толкатель и тем самым открываем магистраль среднего давления происходит на дуба, как иститель. Там должно быть то же самое. Опция номер 8. Третий шаг в работе с проектом. При этом люди понимают, что сейчас вы работаете с противоположным проектом и у вас имеется шаг номер 3. И вот в протоколе работы будет видно, кто этот шаг не сделал и что случилось. Если этого нет, до сих пор значит Иваченко например считает, что стажеры были слабее. А кто-то скажет «Да нет, ребят, мы все понимаем, стажеры были крутые, но консультанты не халили». И ничего доказать нельзя. Рекомендация на эту жизнь. Я здесь недавно читал монетику блестящего ОМОНовца. ОМОНовцы тоже есть умерели. Он командовал отрядами ОМОН в регионах, но он длинительно доказывает, как огромный штажер был связан с тем, что рекомендации не было. Управление войсками было потеряно. То есть штабы не работали и бестолково возили людей туда-сюда через два-три фронта. Война так же. Увене огня. Приезжали люди, их там никто не ждал, их с квартирами не успевали ловли в парт. Поддался. В общем, службы, нестыковка, отсутствие необходимой координации, связи, потеря управляющих войск. И он по поводу ждет, что Чеченская война была так затянута и мы зависим куда. В том числе и по этой причине, а не только из-за того, что он падал бы в уйду, Чеченцы защищали свое, но отсутствие этой координации, отсутствие некой реализации приводило к огромным потерь, бестолковости и, ну и там пишут еще падение огромного морального руководства. И это подвигало руководство на совершенно невообразимое решение. Понимая, что им очень трудно обеспечить мобильный поезд, они начинают проводить решение, что отряды должны срубить сначала по поводу, по ходу, отодывая и превращаться в чеченную постоянно действующие распортированные объекты. Это каждый раз дислокация и передвижение войск, это угроза потери личного состава по поводу, бомбежки и гражданинства. Вот и здесь, это издержки человеческой жизни, это издержки обмены в стратегической баталии, на корпоративном и на общественном рекомендации. Ну а это же обмена страдает, если на них коряво надеваются кривые схемы логистики, произведя хороший продукт, не умея его вовремя в нужное место доставить, проигрывать в том, на тоже бизнесе популярный больной, что называется конкуляция. Во время войны все смеялись, что немцы воюют и обедают вовремя, и все знали, что... Во время обеда наступление остановилось, но немецкая армия регулярно и хорошо питалась, а наши там самоотверженно под огнем доставляли какие-нибудь там, не вовремя и не то сухие пайки. А еще более... Александра Матросова еще более прагматичного немца был жесткий регламент ремонта танков. В результате я помню какой-то эпизод на полях под Прохоровкой, когда немцы хотели одного, независимо от того, значит, кто больше танков подбил, им надо было оставить поле боя за собой к ночи. Ночью они просто свозили все подбитые танки свои и ремонтировали. Улетать на этом поле был подбит типа там 75 немецких танков, но к утру 73 из них были в бою. Наших было подбит примерно такое же количество, но к утру только два из них работали. Это связано с жестким регламентом обслуживания подбитой техники. Все твердо знали, как надо действовать. Так что первое слово, которое Ян Горелов произнес на встрече по поводу учреждений ЦКП было продажи. И всем ужасно понравилось. Если мы наладим как можно быстрее правильные проектные сессии и будем их хорошо продавать, хотя я как советский человек меня корежит от слова продажи. У меня это связано типа продал Родину. Были такие поговорки шуточные при советской власти. Сегодня носит Адидас, а завтра Родина продаст. Но он глубоко прав. Поэтому регламент является важнейшим условием правильной продажи и эффективности, и скорости. Чем лучше регламент, тем больше проектов в единицу времени мы можем чаще проводить, быстрее, лучше, технологичнее. Не грустите, Петр. Лучше что-нибудь скажите у вас в микрофонах в руках. Петя, наверное, думает, как же мы теперь всех собрать, заново опросить, кто еще будет заниматься, переставить функции, переназначить ответственных. Все работы брошены по сайту возобновить. Потеря одного человека, там, второкурсника или первокурсника Бена Усмана парализовала все наши деятельности по сайту. Это правда. Да? Нет, если утопиться, то Москва-река уже освободилась от льда. Хотя долгие пруды, я не знаю, но там можно пророк организовать. Может быть, вопрос, предложение и начнем расходиться по домам? Не знаю, хотя мне в вашем обществе очень приятно находиться. Работать по домам. Работать прямо сейчас. Лиза, нам пока еще никаких комнат не выдавали, или вы никому не обращались? Комната. А? У нас есть комната. Где? 220, правильно? И она у нас пока все время? Ну, чтобы туда попасть, все должны пойти к вам. Сегодня до 11. Сегодня до 11. Да нет, я не сегодня говорю. Нам обещали, пока не выделено постоянное помещение для ЦКП, что обещали сделать в течение месяца, нам предложили выдать комнату, в которой... Второй. Я вам про это говорил вчера. Я ведь бы не понимаю, потому что нам бизнес-инкубатор что-то дать. Вам... Нам дадут в бизнес-инкубаторе постоянное помещение, ваша задача вместе с коллегами и во главе с Яном вышибить как можно больше. После ремонта. Да, но бизнес-инкубатор не будет готов раньше, чем в мае. Ну, нам пока говорили в течение месяца. Но до этого, до этой выдачи нам обещали немедленно комнату с, значит, вай-фаем и столами-стульями. Поэтому, пожалуйста, либо напрямую, либо дождитесь Яна, он будет завтра и отправляйтесь к Волковым. Волков? То есть Зайцев, Зайцев, просите, потому что я всем путаю с Зайцевым. Ну, неважно. Потому что я Волкова так уважаю, что всем путаю с Волковым. У нас президент Зайцева будет сказать. Да. Сергей Борисович, я когда говорил о работе начали, я говорю, что, может быть, параллельно не дожидаюсь. Пока идет оформление всех документов, создается ЦКП, Совет, Студенческий деканал. Сразу начинаете собирать, ну, грубо говоря, осмотр рядов, кто выжил после сессии, кто определился, кто решил, что на вас нафиг, ребят, до свидания, это не то. А кто сказал, нет, наоборот, здесь. Переиспределение функций и осознавание себя. Переход из инициативной группы в егкую постоянно действующую структуру под названием Центр корпоративного предпринимательства. В ЦКП будет три совета. Первый совет – совет учредителей, туда будут входить структуры типа БФК Северная, и у которых имеется регулярно спрос на инновационные предпринимательства. Второй совет, условно называть, педагогические или научно-педагогические, где будут всякие такие отмороженные гуманитарии типа нас с Юрием Александровичем, но то есть, которые в личном качестве. И там разной степени известные люди, академики, типа, ну, их там будет немало. И третий называется студенческий совет. Такой же полновластный орган, как два предыдущих. Одно ориентировано на спрос, другое ориентировано на педагогическое научное сообщество, и третье на студенческое сообщество. Причем, изначально мы работаем со студентами всех вузов. Студсовет, значит, в этом смысле там получает помещение, там будут какие-то очень небольшие и несколько поначалу, но все-таки ставки. Там будет возможность частично профессионально работать на основании занятости и решать задачи. В студсовете будет три направления работать, те же самые. Одно, собственно, со студентами, о котором мы говорили изначально. Нужна срочно база данных, расширяющаяся, и реклама, маркетинг, движение на другие факультеты, курсы. И в этом смысле третьекурсники нам нужны срочно. И там рождаются ответы на вопросы, которые вот Толи ставит, например. Второе направление это работа с проектными сессиями, это прагматическая часть образовательного стандарта. То есть машина, которая постоянно работает, и там педагоги и встречаются со стажерами, и встречаются с заказчиками. Там встречаются все эти три силы в одной точке. Проектные сессии связывают все это вместе. Научный совет в учет, представленный нами с Милюковым и тем, кого мы приведем. Студенческий совет представленный стажерами. И совет учредителей, представленный корпорациям, предъявляющим спрос. Вот это машина, которая связывает их воедино. В этом смысле у вас ключевая позиция, потому что проектные сессии будут находиться у вас в ЦКП в руках. Звено. И третья часть отдельная, естественно, никто не будет против, если вы будете искать дополнительный спрос. То есть приводить за собой не просто молодых предпринимателей, а их начальников, которые будут говорить, вот нам бы еще таких, но штук 10. Мы говорим, замечательно, приступили. Подпишите тут и тут. Переходите. Продолжение следует...